Лесник Роман Ковалев говорит, еще несколько лет назад о таких технологиях можно было только мечтать. Чтобы, например, обнаружить пожар на огромной территории, приходилось наблюдать с пожарной вышки. А теперь проблема решается гораздо проще. Обнаружение и разведка лесных пожаров в труднодоступных местностях, где нельзя быстро провести технику, как бы человеку пройти сложно. Этот аппарат выручает буквально за считанные минуты. То есть мы пролетели, посмотрели ситуацию. За его действиями наблюдают школьники в униформе. Это воспитанники школьных лесничеств из разных районов края. Подобные слеты, по словам организаторов, проходят больше 20 лет. Но мастер-класс по беспилотникам и робототехнике проходит в рамках слетопрактикума впервые. Уже ясно, ребятам новые знания пригодятся. Я занимаюсь исследованием следов, изучаю, определяю животных по ним. Например, где я не могу проехать, там на машине или на другом транспортном средстве, может пройти робот. Специалист технопарка «Кванториум» показывает другой беспилотник, созданный такими же ребятами. С его помощью он показывает, аппараты можно использовать не только для наблюдений, но и, к примеру, для уборки несанкционированных свалок. Пока вот в таких игрушечных масштабах. Допустим, мы захватываем груз. К дрон приземляется, груз захвачен. Нам сигнализация говорит о том, что груз у нас в грузоприемнике. Полетели-полетели, к мусорному ящику подлетели и с помощью сбросили. Наряду с новейшими технологиями ребят обучают и традиционным проверенным приемам. Например, определять возраст и высоту деревьев. Это навыки, необходимые для так называемой лесной таксации, оценки ценностей и продуктивности лесного фонда. Организаторы говорят, за более чем 20 лет интерес к таким курсам со стороны юных лесников только растет. Вчера только мы консультировали детей по ведению исследовательской работы. Оказалось, очень много ребят, которые занимаются сохранением, восстановлением ленточных боров. Это как раз сегодня тема очень актуальная. В будущем, надеются организаторы, многие из этих ребят свяжут свои жизни с охраной лесов. По крайней мере, многие уже сейчас намерены после школы поступить в Бийский лесной техникум. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Так, ну а теперь высота места.